Ну большой, ну это сказка, написано в книжке. Абра-кадабра-швабра, да что ж такое-то? Не мешай, я тебе рассказываю. Я в зеркале выгляжу как клоун. Посмотришь в зеркало, посмеюсь, посмеюсь. Я всех смешу. Сашу Пушкарёву 8 марта исполнилось 14 лет. Но вряд ли кому-нибудь придёт в голову называть его подростком. Он никогда не узнает, как это вырастать из своей одежды. Его судьба – быть маленьким человечком. В раннем детстве мальчик ещё надеялся, что прибавит хотя бы несколько сантиметров. Ноги окрепнут, и он сможет сам ходить. Но со временем решил смириться с реальностью и радоваться той жизни, которая у него есть. Не, я не каплицовую. Мне даже нравится быть маленьким. Маленьким хорошо быть чердином, большим. Маленьким везде пролезет, а большим не пролезает. Маленьким везде пролезет, а большим не пролезет. На! Ух ты! Спасибо. Одно мне. Держи. Спасибо. Саша появился на свет с неизлечимой болезнью – несовершенный остеогенез. Таких, как он, в народе называют хрустальными. Любое резкое движение, падение или удар заканчивается переломами костей. Это часто случалось с мальчиком, когда он жил по очереди то с отцом, то с матерью. Пять лет назад их обоих лишили родительских прав за пьянство. Сашу из родной каменки перевезли в Нижний Ломов, в детский дом-интернат для несовершеннолетних инвалидов. Сначала мальчик очень хотел, чтобы в их семье все наладилось. Они с папой и мамой поселились бы в большом красивом доме и зажили счастливо. С тем, что эта мечта такая же неосуществимая, Саше тоже пришлось смириться. Хотел я это научить, она не сбудется никогда. Я сама видел, какой у меня папа. Сейчас еще хуже. А мама, я про нее и говорить не хочу, понимаешь? Про нее говорить я не хочу. Я желаю про нее говорить. Найти Сашу в двухэтажном здании детского дома очень просто. Его звонкий голос и раскатистый смех то и дело доносятся из разных уголков интерната. Машка, помоги, мы должны на ноге. В интернате у каждого своя планка возможностей. Хрустальный мальчик не может многое из того, что доступно его друзьям инвалидам. Но потому как Саша держится, нельзя понять, расстраивается он из-за этого или нет. Безногие подростки научились брейк-данса в летнем лагере у своих сверстников. Этот танец можно было бы назвать пафосным словом преодолением. Но для них это, как и для обычных мальчишек, всего лишь нормальное желание чем-то выделиться и завоевать симпатию у девочек. В 14 лет, так же, как и все, они начинают влюбляться. В детском доме разгораются свои страсти. Стрелы Амура однажды пронзили из сердца Саши Пушкарева. Первая симпатия осталась безответной. Какие девочки нравились, мы уже перенравились. Ну нравились, да? Ну не здесь. А где? В пенсии. Девчонка одна была. В санаторий я отдыхал вместе с ней. Понравилась, хорошая, красивая. Ну и зовут. Она сказала, я тебе признаюсь в любви. И она говорит, вот, она просмеялась. Слушай, что она сказала? Я иду, а звезды катятся. Сколько дней и жизни тратится. Стремление быть замеченным присуще крошечному Саше точно так же, как и другим ребятам в интернате. У него тоже есть амбиции. И это заставляет мальчишку карабкаться вверх. Если одержать победу ему по силам, хрустального мальчика не так-то просто сломать. Ну, по-моему, было все как в сказке. Фестиваль «Мир детства». Я выиграл первую медаль. А что ты пел, какую песню? Ты понимаешь, там всякие детские домов, такие образованные. А я вот инвалид вышел, всех там обыграл. И получил путовку на Кипр. И вот никак меня не повезет. На каникулы большинство ребят уезжает из детского дома в летний лагерь. Здесь они живут рядом с обычными школьниками. Интернетские дети держатся вместе, одной командой. Юные инвалиды выходят на волейбольную площадку или в футбольное поле играть на равных со здоровыми подростками. И часто заставляют соперников понервничать. Они выигрывают во многих состязаниях на спартакиадах, особенно в силовых. Девочки с неразвитыми от рождения ногами могут отжаться от пола или подтянуться на перекладине до ста раз. Саша Пушкарев в лагерь приехал только на один день. Вместе с нами. Давай, Даню! Еее! У-у-у! Добрый день! Все, мячки, ты заходи. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда друзья уезжают на летний отдых, Саша остается в детском доме. С такой болезнью мальчику нужен особый уход. Интернат пока не может позволить себе отправить с ребенком врача. Медиков и так немного, а работы у них хватает и летом. Остаются ведь в основном совсем беспомощные дети. Сашка гоняет на коляске по коридорам один. Но скучать не в его правилах. Смета, кофе? Ваши. Алло, говорит директор детского дома Пушкарь Пал Александр Викторович. Здравствуйте. Хорошо. А у вас как работаете? Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Здравствуй, Саша. Саша, а как ты ощущаешь себя в кресле директора? Нет, ну в кресле директора вообще отлично. Сидишь себе прям так. Сидишь. Ноги разложил. Нравится быть директором? Да, так он это подписываешь там. О, тебе говорят. Надо ехать туда-сюда-токуда, в министерство. А тебе не охота отсюда уезжать. А как ты считаешь, каким должен быть директор, Саша? Директор должен быть... Каким он должен быть в нашей жизни? Добром. Современной жизни. Добрым прежде всего еще, Саша. Ну, добрым это... Я с тобой согласна. Немножко сердит он. Саша, а ты, возможно, будешь директором? Ну, если да, если так, да. Возможно. Когда Саша появился в детском доме, ребята сразу придумали ему прозвище. Дети называют его батей или батьком. Маленький мальчик помнит наизусть все православные молитвы и, как батюшка в храме, читает на церковно-славянском. Саша, а ты, как будто, ныне пресны и во веки веков. Аминь. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Сначала мы его называли отец Сашем. Я еще не отец, мне еще до батюшки, вообще мне еще до батюшки далеко жить. Потом мы стали его называть батей. Что у меня батей называть? А он что, отец, что ли, старше вас, что ли, здесь всех? Ну, потом он сказал, что типа, да, называйте меня, наверное, батя. То что-то я как-то привык уже. Не, ну я буду тихо говорить, я буду внятно и не быстро. Богородица, Дева, радуйся. Благодатная Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах. Сказал, что телефон отключить. Вообще отключи. В бывшей маленькой подсобке ребята вместе учат молитвы, рассуждают о Боге и смысле жизни. Где живет Бог? На небе и в нашем сердце. Правильно. Правильно, Саша. Вот это для нас дом или всего лишь гостиница? Что это такое? Гостиница. Чего? Гостиница. Это гостиница для нас. А дом наш где? На верху. На небе. Поехали. Вот кто-нибудь здесь грешит? Да, мы все. Мы все грешники. Мы все грешники. И я тоже грешник. Господи, помолимся. Господи, помилуй. Несколько лет назад в жизни Саши появился человек, которого мальчик считает теперь родным. Батюшка Михаил – священник сельской церкви в Каменке. Впервые он увидел Сашу на паперте. Ребенок просил милостыню. Все деньги мальчик отдавал родителям. У него тогда еще не было инвалидной коляски, и Саша передвигался ползком. Вот когда я был у той мамы, я очень часто ломался. Руки, ноги ломал. Она меня забирала одного дома, и я сидел голодным. Примерно в день я сидел голодным. Она к вечеру приходила пьяная и била меня. Ребенок просил милостыню. Вызвали скорую. Она была полушпьяной. Ой, как она ее бросила и ушла. Я сейчас приду. Время час, время три, время четыре, время пять. Давай звоните в милицию. И они приехали, забрали его и в больницу отвезли. Потом суд, наверное, через трое, и она приходит. Отдайте мне Сашку. Я говорю, ты зачем ее бросил? Ты зачем бросил? Мы люди все в годах. Ты зачем ее бросил? Пьющего отца батюшка не раз пытался устроить на работу. А ребенку объяснял, что нехорошо быть попрошайкой. Отец Михаил предложил Саше петь церковным хоре. Обучил грамоте по молитвословам и привязался к смышленому мальчишке. Просветай, Троица, помилуй нас. Господи, отчасти грехи наши. Владыка, прости, беззаконие наши. Святопости, если немощи наши. На Пасху батюшка собирался подарить Саше инвалидную коляску. Но местные власти решили определить ребенка в детский дом. Когда мы с ним встречаемся, он всегда, как будто сейчас взлетит. И ручки немножко у него, и все, заверещит, запищит. Батюшка, тихо, виллаха. То есть, для меня он стал очень близким человеком. И я считаю, что до тех пор, пока будет Бог позволить, будем дружить с ним до конца. Однажды в детском доме случилось несчастье. Умер Зураб. Ребята очень любили мальчика. Когда прощались с ним в фойе, Сашка неожиданно для всех стал отпевать его. Дети признались, что в этот момент им показалось, Бог где-то рядом. А взрослых поразил такой зрелый поступок ребенка. С тех пор в интернате и появилась молильная комната. Отец Михаил часто ставит в пример Саше и его друзей своим прихожанам. Сельский батюшка рассказывает о том, как маленькие инвалиды умеют радоваться и прощать друг друга. Саше и его красиво еще не болит. Благодарю за тебя. И киевки тоже. Сейчас служили. Служили? Да, со свечками. Ну, сперва литургию проводил. И где ты? Самый из-за диакона, из-за чтеца, из-за Ирея, из-за батюшку, из-за хор. Сама земля, я не успевала, конечно. А кто же тебя велел за батюшку служить? А там нет батюшки. Ну, что? Не надо так за батюшку, конечно, не батюшка. Не знаю, но я просто... Там есть то, что можно тебе читать, а то, что нельзя тебе читать, это не надо читать. Ну, литургию. Литургию батюшки служат собой, ну, и диаконами. Да, как положено. Всякий раз, когда они встречаются, батюшка Михаил ждет вопроса об отце. Маленькая надежда, что папа бросит пить, еще живет в сердце мальчика. Но священнику нечем порадовать своего юного друга. Батюшка Михаил, а можно вам задать один вопрос? А что там с папой? Папа пьет. Не бросать не собирается. Не работа, не ищет ничего, да. Пьяный с оболы валяется. Его говорили, там бьют или били? Когда поменится, то бьют. Тоже злые дяденьки, да? Да, ну, кто что ищет, только находится.